Друзья, всем привет! Сегодня разбираемся с акцией Лего в пятерочке. Кратко я вам о ней рассказывал, сегодня полноценное видео с наборами оттуда. Я вам расскажу вообще, что из себя эта акция представляет. Ну а также, конечно, возможно, порадую одного из вас. Ну, в общем, может быть, розыгрыш. Прежде всего, в пятерочке остались еще наборы, которые я не купил, поэтому от вашей активности под роликом зависит то, куплю ли я их в следующий раз, чтобы вам показать или нет. Что в моем пакете? Давайте посмотрим быстро! Это дракон Кая из Legacy. Наследие, где у нас будут драться Кай с Гармадоном по первому сезону Ниндзяга. Наборчик Сити с небольшим самолетиком. И также полибэгги, смотрите, с Джеем, Аватар Джея, с еще одним Джеем. Так, секундочку, это все вниз уходит. Да, вот и креаторский паровозик. Вообще, давайте, кстати, разберемся, какие серии представлены в пятерочке, потому что, что я видел, вы уже посмотрели небольшой ролик мой оттуда. Итак, мы на сайте пятерочки. Давайте смотреть, что здесь есть. Во-первых, существуют наклейки и выручай карта. Если у вас есть выручай карта, вы тратите, когда деньги на еду, то за каждые 200 рублей вы будете получать наклейку. Наклейка это как раз то самое, что поможет вам сэкономить и купить набор Лего. Копить электронные наклейки можно с 29 сентября по 31 декабря. Времени довольно много. Давайте разберемся, в чем, собственно говоря, выгода. Сейчас перед вами мелькают комплекты из разных серий. Фрэнс, Крейтер, Ниндзяга, Сити. Есть еще техник. Вот, что с этими наборами. Вы видите, что есть их цены без наклеек. То есть, допустим, Ниндзяга за 1519 рублей. Если у вас появилось 50 наклеек, то за набор вы уже заплатите 1000, что уже логичнее. А если вдруг есть 100, то всего лишь 500 рублей. Давайте я вам еще раз расскажу, что наклейки дают за каждые потраченные на еду 200 рублей. Полезная информация. Нехитро посчитать, что для того, чтобы получить 100 наклейок, необходимо на еду потратить около 20 тысяч рублей. Да, это дорого. Но предположим, что это за 3 месяца. И карту также можно давать друзьям, к примеру. То есть, и они будут покупать, и вы. И вот таким образом будут копиться бонусы. Но это мы говорим про дорогой комплект. Допустим, чтобы получить аватар Джея, который стоит без наклеек 309 рублей, можно вот 25 наклеек и за 200 рублей его купить. Что уже, ну, другие цифры и другие деньги. Также необходимо отметить, что наборы это эксклюзивы. Их вроде как нигде нельзя купить, кроме пятерочки. Вот в этом, да, интерес определенный для коллекционеров. Чем мне акция понравилась так тем, что для людей, которые закупаются в пятерочке, ничего с этой акцией не поменялось. То есть, они закупаются. И потом, если вдруг скопили эти марки, могут выгодно купить набор. Это реально, ну, мне кажется, здорово. Также у них есть приложение, называется «Мир кубиков Лего с головой». Понятно, назвались так, чтобы выдаваться в поиске. Ну и, в общем-то, там как-то тоже можно выиграть набор в розыгрыше. Также в пятерочке есть буклетик, в котором нам кратко рассказывают про саму акцию. Вот. В том числе, за что дают больше марок. Да, хочется вам, кстати, сказать, что я купил наборы за полную сумму, чтобы показать вам. Потому что марки я бы вряд ли скопил, так как редко нахожусь в этом магазине. Ну что ж, первый набор, который я купил, это по Сити с самолетиком. Сейчас я его быстро соберу и покажу вам содержимое. Ну, если вдруг вы не знаете, как выглядит самолет Лего Сити, находясь на моем канале. Сити ведь здесь редко. Во-первых, это, кстати, у нас почтовый самолет с фигурками. Здесь один герой. Бордовая, кстати, у него классная шапка. В принципе, простенький, интересный пилот-почтальон. Дальше ящик, в котором уже находятся письма. Также здесь есть птица. Птица крутая. И у меня их немного в коллекции. Ну и сам самолетик почтовый. Он довольно милый. Он довольно милый. Цветовая гамма желтый, белый, серый. Все довольно просто. Здесь принтованный хвост. Это крутая деталь. Наклеек здесь не было. По бокам места для хранения как раз писем. Вот. Они есть с обоих сторон. Также есть красные лыжи, на которые самолет приземляется. И действие вообще происходит в снежной локации. Пропеллер. Ну, два серых крыла. И съемное стекло. Можно попасть внутрь. Вообще, кстати, это эксклюзив, честно говоря. И такого набора в других магазинах, как я помню, нет. Следующий набор. Огненный дракон Кая из Ниндзяга Наследия. К слову, мне понятно, никто не платил за то, что я рассказывал про эту акцию. Даже наборы я купил за свои деньги. Даже не по этим наклейкам. Но просто я пытаюсь быть независимым и ставить себя на места людей, которые живут в отдаленных частях России. Где нет наборов. И вот у них появляется такая вот возможность получить набор. И я пытаюсь себя поставить на это место. И мне понятно становится, что, в принципе, если бы у меня не было ни одного набора Леги, у меня бы появился такой методом, тем, что мои друзья, родители бы ходили и покупали по этой карте продукты, я был бы очень доволен. Пишите, кстати. Ребят, набор собран по фигуркам. Это Кай из Наследия. В своем кимоно с драконом. У него две эмоции. Масочка такая классная. Золотая катана. Да, кстати, из запасных деталей есть еще одна такая катана. Гармадон, что интереснее, чем Кай, как мне кажется. Сейчас Гармадона мало где можно найти в таком обличии. Это в основном старые наборы 2011 года. Кстати, хороший Гармадон. Знаете, он самый-самый классический. Без каких-то, ну знаете, странностей, типа еще пары рук и так далее. У него посох, у него здесь кость. Кстати, насколько я помню, раньше шлем его был 7. Теперь он черный, и черный, мне кажется, ему подошел больше. Две детали огня, которые, типа, остаются после дракона. Также небольшое, ну, подобие храма с золотым мечом, огненным мечом. Это одно из четырех золотых оружий Миндиага. Два файла по бокам. Ну, сам храм бордовые, две детальки. И также мы цепляем наверх черную с таким вот принтом дракона. Очень даже классный. Ну и сзади есть деталь с заборчиком. Декоративная, хорошая. Говоря про самого дракона, вот он перед вами. Сразу косячок, почему тут ничего нет. По идее, что-то должно быть, но у этого дракона не будет. Хорошая голова в стилистике старых драконов с принтом, которая, к сожалению, двигается только так. Так, то есть тут нет шарнира, чтобы вы ее вниз и вверх двигали. Просто пасть открывается. Крылья. Крылья подвижны, причем сразу в нескольких положениях. Сюда можно поместить фигурку Кая. Ну и также есть хвост, тоже который подвижен в двух положениях. Немножечко поговорю про Ноки. Это, да, такие вот прикольные эксклюзивные детали, которые, да, в тем. Но почему здесь нет ничего? Могли бы на две детальки больше положить. Набор, кстати, небюджетный. Его цена полторы тысячи, без учета марок. Так что, да, это один из самых дорогих наборов пятерочки. Вдруг кто не знал. Ну что сказать я могу про него? Блин, он, конечно, безусловно, очень простой. Очень простой, с неплохими фигурками. Вдруг у кого нет Каи Гармадона. Кто вообще не знаком с Ниндягой, для тех наборов, мне кажется, будет хорош. Но в любом случае дракона хотелось бы более доработанного. А вот и полибэк, один из которых я разыграю среди своих подписчиков. Да, чуть позже, когда я его распакую, я вам расскажу, как его, ну, получить возможность вытрать. Стать участником этого розыгрыша нужно, первое, поддержать это видео лайком. Второе, написать в комментариях, какой, на ваш взгляд, лучший комплект из тех, что можно получить в пятерочке. И также быть подписанным на канал. Фигурка из комплекта Джей. Комплект создан по рассвету империи. И, да, ну, фигурка... Фигурка с косяком, ребята. Просто мощным косячком, смотрите. Вот, типа, Джей стоит, да, в головном уборе лучше. А потом вы его переворачиваете, у него два лица. Как у Волан-де-Морта в Гарри Поттере, в первой части. Какой кринж, слушайте, ну, это не очень хорошо, честно говоря. Да, это не очень хорошо. Говоря про сам комплект, это кладезь прозрачно-салатового оружия. Здесь есть две рыбы. Здесь есть оружие с геймпадом. Также колесики есть у данной тележки. Есть и симпатичный фонарик подвижный. Ну, и, в принципе, тут есть три ящичка, в которых хранится, ну, различного рода оружие. Это могут быть такие ножи, это могут быть мечи, это может быть что-то изогнутой формы. В принципе, неплохо, но Джей слегка получился странноватым. Вы уже поняли, почему. А теперь полибэк из серии Крейтор. У меня был такой же, кстати, паровоз. У него было три варианта сборки. Он был зеленого цвета. Похожий. Но там был в квадратной коробочке, чуть побольше. Итак, здесь у нас оказался вот такой локомотивчик. Маленький, к сожалению, без вариантов пересборки, как я понял. Но, честно говоря, он неплохо смотрится. Он цветовая гамма синий, белый, красный. Такой патриот. У нас здесь можно его типа с чем-то соединить. Ну, серые детальки, прозрачная деталька. Он у нас подвижный. Итак, давайте подводить итог того, что пятерочка у нас с вами с Лего наколлаборировали. Ребят, такая вот акция. Я надеюсь, ролик вам понравился. Он был довольно многогранным. Пойму я, понравился он вам или нет, только по вашей активности. Поэтому поддерживайте, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.